Многие люди боятся признаться в своих чувствах или в своих долгосрочных планах на отношения, потому что у них уже в опыте было, что они, там, девушка к мужчине, мужчина к девушке, ну, как-то так проявил вот этот интерес такой стратегический, вот, а получил в ответ, что тут, ну, мы же все думаем, что мы праздник, ну, так-то мы внутри самих себя считаем, потому что если мы кому-то сообщили, что вот мы тут готовы, вот, там с той стороны должны быть сразу ляськи-муськи, сяськи-масяськи, веселье, прыганье, петарды, там, и так далее, а если человек просто, у него в голове еще эта идея не простроена, если у него есть какие-то подсознательные страхи, еще что-то там, и так далее, то есть у него свои тараканы, и вы ему что-то говорите, во-первых, вы можете шокировать, и это пугает, что надо с чего-то отвечать, вот, может и да, но пока нет, вот, ну, да, но можно мы проверим, можем и подождем, да, может быть такое. Второе, это может быть то, что мы вот этими своими, как бы, принуждениями человека к ответу, да, заставляем его задуматься о самом себе, и задумываясь о самом себе, он может столкнуться со всякими внутренними кошмарами, чтобы это как-то избежать. Важно не огорушивать там своими планами, потому что некоторые любят сейчас прийти на свидание на первое. Я настроен на долгосрочные отношения, и ты, значит, сидишь и думаешь, нормально, вы еще друг друга, так сказать, только повидали, а тут уже, как быть, тебя рассматривают как потенциальный функционал. Вот будьте осторожны здесь, дайте человеку себя почувствовать, дайте ему почувствовать, как он себя с вами чувствует, понимаете, после вот этого уже имеет смысл двигаться дальше.